Новый дом и своя теплая современная квартира это мечта многих колымчан. Но есть среди них те, для кого этот вопрос выживания. Так вопрос стоял для жителей районов Магаданской области, чье жилье было призвано аварийным до 1 января 2017 года. В минувшую субботу первые счастливчики получили из рук губернатора Колымы и руководителя фонда содействия реформированию ЖКХ ключи от нового жилья в жилом комплексе Нагаевский по улице Клубной. Когда сказали ребята надо сделать, что очень ответственно подошли. Малый бизнес у нас поднялся, торговый бизнес. Скупили все обои. В городе Магадане. Кто-то самолетом привезли. Поэтому здесь квартиры, скажем так, каждая не похожа на эксклюзив. Одна на другую не похожа. Значит, можем предоставить. Прошли, что вас покажет. Дома теплые получаются. Тупицы еще не на пол. Дома теплые. Начинали. Домобейцы надо даже, конечно, промерзшие листья. Впервые в Магадане новые дома изначально имеют специально оборудованные квартиры для лиц с ограниченными возможностями. Дворовая территория у новых домов уже оборудована спортивной и детскими площадками. По внешнему периметру новостроек, автомобильные парковки. Дорогие колымчане, уважаемый Константин Георгиевич, мы очень старались и продолжаем еще работать над тем, чтобы выполнить соглашение, которое подписали с вами, закончить программу переселения из аварийного жилья, признанное таковым до 1 января 2017 года. Новоселов власти не оставят один на один с многочисленными хлопотами и проблемами переезда. Об этом новых жителей областного центра заверил лично руководитель фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицын. Для столицы Колымы это настоящее событие. Магадан входит в эпоху масштабных строек, которых не было больше 30 лет. Здесь совершенно другая конструкция, совершенно другие квартиры. Это новые, выпущенные в основном строительные материалы здесь на возобновленном заводе строительных материалов, что дает основание, что и следующие дома, объекты социальной сферы могут строиться не в монолитно-каркасном варианте, это очень трудоемкое дело, а в сборном железобетоне, как это сделано здесь. Новый микрорайон уже взяла на баланс управляющая компания. Обслуживание только-только приступили, временное обслуживание. То есть мы провели обследование, конечно, сетей инженерных, электрических сетей. Но пока все устраивает, все хорошо, замечаний как таковых больших нет. Съемочная группа вечернего Магадана побывала и на первом осмотре новой квартиры колымчанином Сергеем Найденко, переезжающим с неперспективного поселка Берелех. Олег Дудник, Александр Фещенко. Специально для вечернего Магадана. В «Металлисте» стартовала сессия образовательного проекта команды городских управленцев Магадана 2.0. В конференции приняли участие руководители различных организаций, профильных ведомств муниципалитета, депутаты, социальные партнёры и представители общественности. Преподаватели школы управления Сколково рассказали о том, как создать в городе комфортную среду для работы и жизни. «У сообщества есть интерес. Этот интерес не выражается в проектах, этот интерес не выражается в отдельных мероприятиях, которые происходят здесь и сейчас. Этот интерес находится в формулировании образа будущего, идеально картинки комфортного состояния для этого сообщества». Команду от Магадана возглавил мэр города Юрий Гришан. Глава муниципалитета представил проект развития областного центра. Глава муниципалитета рассказал о встречах с недропользователями Колымы, руководителями рыбодобывающих предприятий, а также банков. Градоначальник отметил, что главная проблема – отток населения. Средний возраст магаданцев около 45 лет. Молодые всё чаще покидают Колыму. «Мы ставим задачу вернуть городу численность 120 тысяч человек. Здесь очень много находится руководителей предприятий, которые ежемесячно подают заявки на биржу труда с просьбой помочь в поиске рабочей силы. Сегодня обновлённая цифра. У нас вакансии только заявленных в службу занятий – 7,5 тысяч. Для каждого человека, который приезжает сюда временно, мы должны создать все условия, чтобы он здесь остался», – отметил Юрий Гришан. Для этого нужно переориентировать экономику, создавать наукоёмкие производства с высокотехнологичным конечным продуктом, образование и здравоохранение вывести на уровень столичного. Елизавета Сипаилова, Александр Фещенко, «Вечерний Магадан». В Магадане состоялось совещание по вопросам реализации мероприятий, связанных с устранением аварийного жилья. В нём принимал участие председатель правления государственной корпорации Фонда содействия и реформации жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицын. На собрании подвели итоги уходящего года. В минувшую субботу открыли жилой комплекс «Нагаевский». В субботу открыли и вручили ключи новосёлам. Надо сказать, это всегда радостное событие, а под Новый год тем более. Тем более, что все люди переехали из районов к Магадан. И, конечно, условия проживания в районах были, ну, мягко, можно сказать, не очень хорошие. На собрании также рассказали о том, что собираются направить деньги на реализацию программ по переселению из аварийного жилья в районах Колымы. Если ты реализуешь какую-то программу раньше срока, быстрее ты можешь приступить к следующему этапу. Это мотивирует всех нас на то, чтобы организовывать эту работу. Выигрывает, прежде всего, люди от этого. И, ещё раз, то, что мы закончили какое-то это, если мы говорим про аварийное жильё, то у нас есть мотивация действительно и возможности сегодня за три года при поддержке фонда выполнить уже следующий, назовём его вторым этапом. Также губернатор Магаданской области поделился тем, что намечен важный шаг в подписании трёхстороннего соглашения между Российским экологическим оператором, фондом и областью на реализацию проектов производства топлива из мусора. Субтитры создавал DimaTorzok Хотелось бы пожелать, чтобы всё лучшее, что было в 21-м, мы забрали с собой в 22-й. А то, что мне нравится, то, что не должно быть с нами, пусть останется в прошлом. Самое главное, мы это все понимаем сегодня, это здоровье. Будьте здоровы, будьте счастливы. Всего самого наилучшего. С наступающим Новым годом. Спасибо вам за новогодние подарки, за новое жильё на Соколе, за новое жильё сегодня, когда вы передавали ключи в новостройках на ЖК Нагаевский. Ещё в этом году, я так понимаю, подарки не закончатся. Поэтому всем вам желаю здоровья, и чтобы все желания, которые детки положат под новогоднюю ёлочку, чтобы обязательно сбылись. Для этого всё сделают и власть, и родители. С праздником вас, дорогие магаданцы! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова